Доброй ночи, друзья мои. Не каждый день у нас бывают гости, которым можно задать вопросы, очень информированные гости, которым можно задавать вопросы на разные политические темы. Сегодня у нас в гостях именно такой человек. Это журналист, политолог, политтехнолог, эксперт Олег Медведев. Политтехнолог. Советник президента Украины Петра Порошенко. В прошлом главный редактор Киевских ведомостей, шеф-редактор группы сайтов «Обозреватель». В Украине работал в избирательных компаниях «Яблоко», Виктора Ющенко и Юлия Тимошенко. Был депутатом Киевсовета. Вице-президент Украинской пиар-лиги. По образованию специалист-международник. Хобби – история, политология, велоспорт, плавание. Олег Медведев. В программе Натальи Влащенко. Люди. Хараток. Здравствуйте, Олег. Рада вас видеть. Да, рада вас видеть. Ну, так случилось сегодня, программа выйдет немножко позже, но ни для кого не секрет, что мы с вами встречаемся вот именно 1 сентября для депутатов. Сегодня первый день депутатов нового СССР, первое заседание, они будут принимать присягу. И я просто не могу вас не спросить, вот как вы оцениваете ресурс, рабочий ресурс, вот этой новой рады, которая не похожа ни на какую другую, в которую пришло очень много людей далеких от политики, которые пришли комбаты, журналисты, люди, которые воевали, люди просто из народа, такие, как Гаврилюк. Вот как вы думаете, и самое главное, люди, которых направлены разные политические силы, которые будут сегодня сражаться не на жизнь, а на смерть? Я думаю, что реформаторский потенциал этой Верховной Рады будет точно лучше, чем предыдущая, которая состоялась в основном из колишних регионалов, из тех депутатов, которые были выбраны напрямую от партии регионов, или за поддержкой региональной влады, а потом от нее отшли. Его разношерстность я бы так не оцениваю, как вы. По-перше, цей парламент больше идеологично однородный, чем предыдущий. Если вы рассчитываете, то понад 70% выборцев проголосовали за те политические партии, которые ориентуются на европейскую идею, как и европейскими, демократичными и проукраинскими партиями. То, что вы говорите, что прошло много людей далеких от политики, так это не минус, а плюс. Я же не давала оценик, кстати. А я даю. В принципе, парламент уновился больше, чем на половину. Но цікаво не то, что пришли там просто новые люди, прозвища, которые раньше не были депутатами, а то, что появились новые люди, которых раньше вообще не было в парламенте, которые вообще новыми для политики, которые пришли вообще из других сфер, и которые, напевно, все-таки лучше, чем те политики, которые уже достигли стать профессионалами, и чувствуют, чего же на самом деле хотят люди. Это и комбаты, и журналисты, и общественные активисты. А вот вы, я знаю, что люди нашей профессии, очень многие, которые занимаются в политике, которые так интегрированы в политику, для многих из них такой венец мечтания, да, это стать депутатом. И многие из них стремятся туда, некоторые стали, некоторые еще станут. А вы много лет в политике и не заметили у вас такого страстного желания попасть в депутатский корпус. Почему? Ну, было бы дымно, как бы вы его пометили, потому что у меня такого желания нет. Політичный консультант – это совсем другая профессия. Это, власне говоря, вопрос о собственном выборе. Я, напевно, хотел, я давно мог бы стать профессиональным политиком, и, возможно, даже не найгіршим в этой стране. Но я выбрал профессию политического технолога, политического консультанта, и, в принципе, подставки ее менять не бачу. Мне не цікаво быть депутатом. Не знаю, почему. Это тема, мабуть, довгою, окремой разговор. Я вважаю, что, с моего точки зрения, депутатство накладает на людей певную низкую обязанность, которые обмеживают свободу человека. Я больше за все люблю свободу. Я не готов и на эти обмежения. Конечно, можно формально следовать этим обмежениям, но у меня таки святогляд, что, ну, если принимать обмежения, то их нужно дотримовать. Я одного раза довольно випадково став депутатом Киевской миссии Ради. Я отримал цікавий досвід, но я не смог допрацювать кеденцию до конца, и десь посередине скликания написал заяву и склав депутатский мандат. Не выдержали. Да, думаю, что этого досвяда мне достаточно. Он, как и будь-який досвід, людину сбагачивает. Но мне интереснее работать политическим консультантом и экспертом. Я считаю, что в этом направлении я могу достигнуть больше фаховых высот, чем бы я просто стал народным депутатом или политиком. Вот это интересно. Знаете, философия профессии – это вообще как бы очень интересная тема. Я, ну, в который раз, ну, потому что я же знаю вас много лет, не так близко, но много лет наблюдаю за вашей карьерой. Я вчера еще раз вот читала вашу биографию перед встречей с вами, и думаю, вот человек делал блестящую журналистскую карьеру, ну, вот, скажем, без преувеличения. Работал там в звездных совершенно изданиях, вроде «Коммерсанта», да, или там «Киевских ведомостей». В то время эта газета была абсолютно звездная, одна из лучших в стране. Работали бы редактором, работали бы журналистом, который имел успех. И вдруг вы оставляете, ну, такую очень успешную журналистскую карьеру, а журнализм в те годы, это, ну, даже в отличие от сегодняшних, может быть, дней, была чрезвычайно интересная творческая профессия, потому что время изменилось, и было очень острое время. И уходите в политику, вот, как вы говорите, работать политическим консультантом. Что от вас побудило, как бы, к такой перемене участи? Это золотые 90-е годы, я вважаю, что это как раз были золотые часы для украинской журналистки. Вони полягали в том, в мою думку, что система державного контроля за ЗМИ уже развелилась, а олигархия, еще засоби массовой информации не встигла оседлать. И, в принципе, погодьтеся, что, вот, саме 90-е годы, это, и початок нульовых, это был период, когда были наибольшие, наибольшие... Я тогда сегодня работала, я помню, какая это была прекрасная ряда. И наиболосальные возможности. Потом все-таки правила гри стали потроху меняться, в масс-медеа появилась такая фигура, как властник. В 90-е годы мы не замислили, кто такой властник. Все-таки таки, ну, произошла побудова капитализма. Ну, не знаю, чому так сталося, чому я зробил такий выбор. Это не было, знаете, таким вот сиденьем и думанием над тем, что обратно. Просто так потом в жизни вас вынес, да? Да, я как раз саме хотів сказать, что життя как-то сам по себе несло. Ну, и так склалося, что вот выбор на цю користь. Тем более, что я все-таки працював в политичной журналистике, там, специфика мого письма, там, поляга, то, якщо мене попросите написать текст в газету про природу, чи в журнал про моду и стиль, я цього не зможу просто фізично скласти, тому, що я, в принципе, завжди вмів і вмію писати тільки політичні тексти. Оскільки працював я в политичній журналістиці, то, ну, вкупі з серйозною політичною освітою, мабуть, було нескладно зробити вибір все-таки на користь політичного консультування. Ну, я понимаю, що текст в мере животных, там, возможно, було би трудно сейчас написать, ну, если бы мы сейчас там на спор закрились с вами в аудиторії, і за час нам нужно было написать политический текст, скажем, в четырех разных жанрах. Репортаж, інтерв'ю, фельєтон і ще що-то. Смогли бы вы сейчас це сделать в разных жанрах? Думаю, що так, крім фельєтона, також, с почуттям гумора не дуже складається. Об'ятому у мене ще буде к вам вопрос. Вы практически, вот в этой стране, в новейшій історії України, знаєте всіх политиків. Причем, знаєте їх там не по газетам или ефіру, а знаєте лично. І наблюдає драматичні біографії дуже багато з них. Тому що практично у всіх, крім, може, Кравчука, біографії сложились доволі драматично. Думаю, дуже багато люди, які, з моєї точки зрения, могли б стати большими політиками, у них був політичний темперамент, у них був талант політичний, так і не состоялись, як політичні фигури. В частності, я, например, имею в виду вашого бувшого шефа, чи не шефа, не знаю, як правильно це сформулирують, Михайла Бродського, який, на мій взгляд, чрезвичайно даренний чоловік з точки зрения політичного темперамента. І він пробувався в політиці, але не состоялся. Як ви думаєте, почему? Ну, і тут же можна там вспомінать Юлю Тимошенко, кар'єру, яка вже пішла на спад, і ще різні фигури. От чого це зависить? Мені кажуть, що не тільки від таланта, а від каких ще вещей? Я б тут не зовсім погодився з вашою оцінкою, от ви кажете, що Бродський не состоялся. Я думаю, якраз навпаки. Я особисто знаю його, дай Бог пам'яті, з 95-го року. І свідченням того, що як політик, хай він там не обіймав провідних державних посад, він відбувся, тому що ми з вами про нього 20 років вже говоримо. Політик цікавий суспільством, може... Є політик загальнонаціональної масштабу, є, в технологіях такий вираз, є нішовий політик. Там політик чи громадський діячий, який орієнтується на певну вузьку аудиторію. А певну вузьку аудиторію. Що він мог би стати політиком національного масштабу, наприклад? Ну, не кожен собі ставить завдання стати політиком загальнонаціонального масштабу. Ти можеш в політиці, коли ти йдеш на якусь виборну посаду, орієнтуватися на якісь великі маси, а можеш собі обрати певну ідеологічну нішу і працювати в цій ніші. То коли про людину 20 років постійно говорять, обговорюють його кар'єру, обговорюють його іде, обговорюють думки, це не значить, що людина не відбулася в політиці. Це якраз ознака того, що все відбулося з точністю до нього. Ну, взагалі, якщо ви нести за скобки, скажімо, фігуру Бродського, мій вопрос був, як ви вважаєте, отчого ли це завісять від личних качеств чоловіка, його успішна чи неуспішна кар'єра в політиці? Ні, тут, знаєте, тут все-таки, я думаю, що фатум теж грає певну роль. От комусь на роду написано стати президентом, стати прем'єром, а комусь не написано. Буває так, що людина все життя мріє і все життя присвячує тому, щоб стати президентом. А президентом раптом становиться людина, яка кілька років тому про це ще і не мріяла. Тому тут багато заданий. Более і случаї теж завісять. От тут звідти, да, там проходит сигнал, буде ця людина там на такій посаді чи не буде. От, кстати, про людину, яка все життя мріє, як ви кажете, да. В принципі, все в волі Божій. В тому числі і доля політика. Вот Юлия Владимировна, да, которая там, ну, практически там 20 лет своей жизни посвятила, она достаточно цельный человек, очень целеустремленный, посвятила тому, чтобы стать президентом. И это не удалось. Как вы считаете, вы просто работали с ней много, и вы ее знаете, почему при всей ее целеустремленности и, безусловно, талантливости, почему не случилось? То есть вот это главная цель ее жизни, и теперь уже, наверное, вряд ли случится, хотя трудно сказать, тут, знаете, предвидеть невозможно какие-то вещи. Мені, чесно кажучи, важко говорити про Юлию Володимировну, тому що я багато років з нею пропрацював. Я насправді, чесно скажу, просто боюся якимось невережним словом ее образити, тому що як політика, як людину я ее, звичайно, дуже поважаю. Я, взагалі, до речі, позитивно ставлюся до всіх людей, з якими доля дала мені можливість попрацювати в Украине. Их, власне кажучи, не так много. Это Бродський, это Ющенко, это Тимошенко, это Яценюк и это Порошенко. Звичайно, как люди, как політики, они мают свои плюсы и мінусы, свои переваги и свои недолики. Но в моей жизни философии, властиво, свое ставление до людей, до речі, не только до политиков, не только до тех, с которыми я працюю, формувати на основе максимально позитивного ставления до них. Ты, когда формуешь ставление до людини, ты сразу можешь что-то найти поганее в людине, то, что тебе не подобается, да, и это принятие как основной критерии ставления до цієї людини. Я всегда пытаюсь в людях найти что-то позитивное, настолько позитивное, что позволяет заплющивать очи на какие-то недолики, но не бывает людей без недолики. Мне кажется, это естественно. Как же начать работать человеком? Я, в принципе, я взагалі переймаюся интересами тієї людини, с которой я працюю. Я, как будто, начну жить ее життя. Вот. Тому Юлія Володимировна – это очень масштабная, яскрава, безумовно, постать. И еще раз говорю, что я боюсь каким-то необережным словом сделать ей что-то неприятное. Потому что нинкоги словом можно поранить больше, чем оружие. Если говорить, почему так сталося, то существуют в природе парні политики, доли которых очень тесно переплетаются и связаны между собой. Ну, может быть, меньше, чем доли сиамских близняков. Ну, вот, например, долгий час центральным конфликтом в украинской политике был конфликт между Кучмой и Морозом. Вот, когда Кучма пошел, и Кучма не стала как президента, и не стала как политика, то, что в суспільстве возник попит на мороза, потому что мороз был необходимым для того, чтобы бороться с Кучмой. Проблема Юлії Володимировны полягала в том, что она за последние годы сформировалась как антитеза Януковича. Это контр Янукович был, так? И пока был Янукович, був великий суспільный запит на Юлію Володимировну. Ну, вот знаете, на Майдане, я там займался досліджениями настроев людей, мне всегда интересно, что думают люди, десь за несколько недель до конца Майдана, десь на начале лютого, вот раптом, навіть среди тех людей, которые никогда не были прибечником Батьковщины Юлії Тимошенко. На Майдані виникла думка, что треба, чтобы вийшла Юля, и вот как только она выйдет, вот она точно приведет Майдан до перемоги. Но сталося так, что Майдан перемег тяжело, трагичною цяною. На несколько дней ранее, когда Юлія Володимировна вернулась из Харькова. И ситуация поменялась. Не стало Януковича, и, соответственно, суттєво снизился Суспільный запит на такого політика, как Юлія Тимошенко. Я вважаю, что саме в этом и есть ключевая проблема, саме в этом и, соответственно, это запитание, которые выпустило. Это интересная вещь, потому что я себе ставила вопрос, почему все так ждали Юлию с тюрьмы, все так хотели, чтобы она вышла. Юрий Тимошенко рос, рос, рос. И вдруг она выходит, и все как-то так раз, и все, и эта ситуация сдувается. И начинается мощная контракомпания. Проблема раптом вырешилась раньше, чем приехала Юлия Володимировна. То есть дыхание вот этих общественных интересов... Если бы с каких-то причин она вышла на волю, удалось бы это сделать, появилась на Майдане за тиждень до вырешательных событий, я уверен, что ее политическая карьера далее складывалась... Получается, если так построить график, как это любят делать представители точных наук, получается, что законное общество построено так, что есть какое-то дыхание, взлет падения, взлет падения. И удачная политическая карьера любого человека, это когда его могут правильно, как камертон, настроить вместе с этими штуками. И тогда все будет хорошо. И это задача вас, политтехнологов, насколько я понимаю. Я вам задам сейчас, может быть, какой-то обидный вопрос, но я просто должна это сделать. Знаете, когда политика оставляют на взлете, ну, никогда на это не обращаешь внимания, ну, такое дело. Человеку сейчас хорошо, можно с ним... Это, знаете, так в семье. А если вдруг женщина заболела... Можете далі не продовжувати. Я зрозумів ваше питание. Воно виплевает, можливо, из певного нерозумения природи такої профессии, как политический консультант. Политический консультант не зобовязанный все життя працювати с одним політиком. Вообще никто еще не должен. Так само, как, не знаю, там адвокат не может все життя працювати с одним підзахисным. Лікар не может все життя лікувати одну людину. Моё суммління спокійне, тому що, честно скажу, що, відпрацювавши певну кількість років з батьківщиною, я планував йти десь в 2010 році. Але коли почалося переслідування Юлії Володимировни, почалися кримінальні справи, а потім, коли сталося так, що я незаконно ув'язана, я для себе прийняв рішення, що я не маю морального права думати про свою кар'єру і піти зараз звідси, тому що Юлія Володимировна знаходиться в найскладнішій ситуації, яку тільки можна собі було уявити. І коли Юлія Володимировна вийшла із в'язниці, я раптом відчув, власну, свободу. Я відчув, що я нарешті можу піти, тому що я свої моральні зобов'язання виконав. Я добув до того моменту, коли людина вийшла на свободу. Це перше. І друге – це вже предмет фахового і професійного аналізу. Раз ви вже про це питаєте, напевно, можу сказати. Я доповів своє бачення ситуації, як вона на мій погляд виглядала. Я для себе дійшов чесного висновку, що ті завдання, які би Юлія Володимировна хотіла поставити переді мною, я вирішити не зможу. Тобто, з моєї точки зору обіцяти, що я це зроблю і що ми зможемо досягти такого результату, знаючи, що я в цьому не переконаний і більше то переконаний зворотню, мені здається, що це, з мого боку, було б просто шахрайство. Тому чесніше було сказати відверто, в чому проблема. Тобто, момент різного взгляду все-таки був. Мені дуже часто докоряють там в Фейсбуці, що ви були там, пішли туди. Я не докоряю, мені просто інтересно від вас. Так, пішов і можу сказати, що я вважаю, розраховую на те, що і далі я ще знову кудись піду. Я не збираюся вічно працювати на тому місці, на якому я зараз знаходжу. Есть ще таке мнение, що Тимошенко во многом погубила її окруження, що там последні роки вона все время там була, вона мала теплую ванну, як і Янкович. Ну, никак я їх не сравниваю, боже упаси. Але просто я кажу, що все добре, що ви богиня, що все, ви обязательно победите. І в какой-то момент, ну, тут, мені кажется, що є доля правды, она просто оторвалась, мені кажется, політик должен быть все время на связи з реальностю, з журналистами, з людьми і так далі. То есть те политики, которым можно, там вот, ну, например, там я не знаю, Луценко плохой или хорошим, я сейчас обсуждать не будем. Ну, я в любое время могу позвонить и поговорить с ним. Я не знаю там. И так же могу назвать еще десяток политиков, топ-политиков, двадцаток, с которым можно просто набрать телефон, поговорить, задать вопрос. Это не значит, что ты будешь переследователям по ночам звонить. Ну, когда ей все остра необходимость. В последние годы с Юлией Владимировна не было никакой связи, как, впрочем, и сейчас нет. Она не хотела общаться, ну, кроме пресс-конференции, там, со СМИ, она там еще что-то, и окружение само как бы не сильно. Вот сейчас последние там два года, ну, она, по-моему, никому не дает интервью, ну, после того, как она вышла из тюрьмы в том числе. И почему, я не понимаю. А вот вы как-то можете это прокомментировать? Ну, напевно, могу, но не хотел бы, потому что вы меня, ну, поволе втягиваете в обговорение конкретной персоны, очень интересной и яскравой. Но, если мы уже трошки, да, но есть и моя работа, и один из принципов работы политического консультанта полягает в том, что мы в певный час обмежены в том, чтобы отдаваться спогадам про конкретную политику. Работа политического консультанта, вона потребует и поваги до тієї люди, с которой ты работаешь, и певного уровня конфиденциальности. Чтобы завершить эту тему, я могу сказать, что, безумно, как в карьере любого политика Юлия Володимировна, были свои помилки. Я думаю, что вона за эти помилки заплатила ціну, которую не доводилось платить жодному из украинских политиков. А что до главной причины, почему карьера политическая развивается сейчас так и не иначе, я свою думку высказываю. Я не думаю, что кадровые помилки были в этом решении. Мне кажется, что вона, до речи, их неодноразово визнавала публично. И я думаю, что когда она переживала то, что она переживала, находилась в увязнении, мне кажется, что за тот час в суспільстве эти помилки вибачили. У нас, правда, не так много времени. Я хочу с вами еще поговорить о вашей профессии. Но перед этим я задам вопрос, почему вы выбрали сейчас для работы именно Порошенко? Потому что вы считаете человеком ресурсным, многообещающим. Потому что вам интересно именно с ним работать. Потому что он президент и топ. Потому что вы понимали, какой у него потенциал. Ну, или еще там масса каких-то еще других причин. Почему именно с Петром Алексеевичем? Ну, первое за все, мы выбираем то, что интересно. А особенно, когда появляется возможность действительно работать с человеком яскравым, цикавым, перспективным, то почему от этого нужно отмолваться? Какие у него сильные стороны, мы все знаем. То, что он вливает человек, что он образованный человек, что он амбициозный человек, что он, безусловно, патриот. А что вы считаете его слабыми сторонами? Какие качества? Знаете, вы ставите складное питание с точки зрения этичности. Потому что я мог бы, мабуть, мне было бы легче продолжить ваш перелик позитивных рис. Но если я это буду делать, то это выглядеть и принимать это глядачами. Поэтому я вас спрашиваю об отрицательных качествах. Если я говорю про недолики и негативные качества, то это будет не совсем этично. Потому что как раз моя работа поляга в том, чтобы лучше продемонстрировать общество позитивное качество президента. Поэтому я скажу коротко. Президент очень много работает. Он фаховый, профессиональный. И он щиро болевает за Украину. И я надеюсь, что все у него выйдет. И от этого выиграет Украина. Олег, вот полгода прошло президентство. Что с вашей точки зрения, только тоже очень коротко, уже удалось? И считаете ли вы политику президента открытой для общества? Безумовно, я ее вважаю открытой. И свидетельством того, ну, есть тот факт, что если смотреться в масс-медии и так далее, никто не был настолько открытой и поддаванной критикой, как чинить президент. Есть проблема, связанная с тем, что постреволюционное общество перебывает в состоянии очень повышенных ожиданий. И когда оно оценивает работу президента, премьер-министра, или других людей при владе, оно, скажем так, виходит из этих надто завищенных ожиданий. Не надто замислюючись над тем, а чи, возможно, это реализовать за месяц, за два, за три, за півроку. А чи, взагалі, возможно, это реализовать в условиях, когда против страны идет настоящая война. Какой-то, ну, трошки мы не враховываем, что война – это очень серьезный вызов, который довольно источник, который довольно источник, коригурует планы. И в первые месяцы этих событий я близко работал с премьер-министром Яценюком, а потом, в последние месяцы, с президентом, и я даже по физическим затратам часу бачу, что Ливову частку их часу, который действительно мог бы быть направлено на реформу, на пошук сложных решений, сложных питаний, которые стоят перед Украиной, действительно занимает решение нагальных войсковых проблем, потому что страна, на которую, по сути, напала найбольшая армия Европы, которая вступила в эту войну, не маючи армию взагалі. А, извините, чтобы завершить все-таки ваше питание, три речи, я вважаю, которые президент может однозначно поставить в актив. Это подписание угоди с Евросоюзом. И не думайте, что оно произошло автоматично, только потому, что произошел Майдан. В Европе существовала довольно сильная опозиция подписания угоди с Украиной, потому, что там есть довольно много людей, которые говорят, что главное не тратить Путяна. И, безумовно, второй, за важностью, это достроковые выборы, потому что я был свидетелем, сколько людей приходило до президента и сказало, не распускайте этот парламент, он будет слухняным, лояльным, и будем жить долго и счастливо в месте, и умрем в один день. Но президент принял политическое решение распустить парламент, и я вважаю, что не прогадал, потому что абсолютно уверен в том, что этот парламент будет лучше. И третье, это подписание закону про иллюстрацию и очищение влады. Вот это вот наша традиционная для украинской политики противостояние премьера и президента. Это вообще кармическая вещь, ее преодолеть невозможно? Или все-таки удастся найти общий язык? Нет, это не кармическая вещь, я вважаю, что мы ее преодолеваем, если не преодолели президент и премьер-министр. Працюють разом с червня месяца, и мне кажется, что много кто, вот даже попри то, что их политические силы пошли на выборы разными колонами, мне кажется, что даже выборную кампанию они между собой провели настолько мирно, что только в последние недели перед выборами страна раптом пометила, что выясняется, что список президента один, а список премьера інший. Мне кажется, и я думаю, что и вам надо так сдавать, они уже договорились. Мне это хотелось бы даже, если честно говоря. Спасибо большое. С нами сегодня был Олег Медведев, который, знаете, возможно, единственный в этой профессии человек, которому даже нечего предъявить, потому что вот с кем я разговаривала, все мне говорят хорошо. Это, наверное, классно, жить такой жизнью, все тебе говорили хорошо. Спасибо большое, Олег.